Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, в прямом эфире Нить Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в оберенде жизненно важных проблем и найти правильные пути их решения. Поэтому вы всегда можете позвонить нам в студию во время передачи и задать свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 263 99, звонок по России бесплатный. Ну и кроме того, нам можно написать на наш электронный или почтовый адрес. И, наконец, вы всегда сможете смотреть нашу программу в интернете на сайте первообразовательный или sgutv.ru в разделе прямой эфир. Тема сегодня очень важная и интересная. Так, почему дети лгут? Или, точнее, почему люди начинают лгать с детства? И ничто так, наверное, не вводит из себя, особенно родители и учителей в школе, как детская ложь и обман. И взрослые опасаются, что ложь это признак порочного характера ребенка, и что он непременно, обманывая, вырастет безнравственным и нехорошим человеком. А вот некоторые известные психологи утверждают, что ложь неискоренима, потому что это главное предназначение человеческого мозга. И что развитию своего интеллекта люди во многом обязаны именно обману окружающих. К тому же последние исследования ученых показывают, что для современного человека как раз-таки быть честным – это очень нелегко и непросто, и тяжелая работа. Так где же правда? Что такое ложь? Насколько она вредна или полезна для современного взрослого человека или ребенка? Почему мы лжем? И можно ли обойтись без обмана в нашей жизни? Вот об этом наша сегодняшняя программа. У нас в гостях известный психолог и психотерапевт Светлана Шевченко. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Ну, действительно, такая тема. Некоторые люди придают обману и лжи слишком, может быть, серьезное какое-то значение. И их жизнь от этого просто превращается в ад. Другие, напротив, настолько привыкли, что не придают этому никакого значения. Где золотая середина? Откуда вот эти последние изыскания ученых, что ложь – это не всегда и плохо? Хорошая-плохая ложь, да, что тема нашей программы. На самом деле, действительно, если ребенок склонен к фантазированию вообще как бы приукрашивать действительность, то в возрасте от двух до пяти лет – это вообще признак развития интеллекта и, так скажем, то, что он развивается в рамках нормы. То есть это нормально. Да, это абсолютно нормально. Более того, именно за счет этого развиваются абстрактные мышления, воображения. Если ребенок не фантазирует, не привирает, может быть, не придумывает какие-то истории, это, наоборот, такой пугающий фактор, и родителям, может быть, даже нужно волноваться, что не так с моим ребенком. То есть это действительно просто такой некий важный процесс развития. Вот. Наверное, страшно, если в подростковом возрасте уже закрепляется как бы ложь и обман. И очень важно отличать все-таки ложь такую, как умышленное сообщение искаженной информации, либо это утаивание, либо иногда действительно ложь во спасении, иногда приносит больше пользы, нежели чем, так скажем, та правда, которая может очень сказаться плохо и на отношениях, и на эмоциональном состоянии человека. Например, пожилому человеку не всегда нужно все сообщать и включать его в какие-то вопросы. Иначе будет это, наоборот, напротив, выглядеть как... Это может расстроить человека. Конечно. Да, может просто измениться давление, может быть, даже физическое состояние. Ну, хорошо. Все-таки, вот, если говорить с психологической точки зрения, ситуации или состояния, то что такое ложь в ее плохом проявлении? Что это такое? Ну, прежде всего, это неумение нести ответственность за свою жизнь и, так скажем, непонимание таких конструктивных, спокойных, уверенных способов выражения своей позиции. Потому что очень часто ложь – это либо попытка избежать наказания, либо пытка добиться чего-то более легким, обходным путем. И, конечно, это формируется, естественно, благодаря определенным отношениям в семье. Но самое, наверное, плохое, когда это закрепляется уже как такая черта поведения и модель поведения. Когда человек сразу, в любой ситуации, где, возможно, нет наказания, где можно добиться легко цели, он сразу прибегает именно к этому пути. При этом даже не пытаясь, может быть, сказать что-то напрямую. Ну, понятно, что у нас есть информационные войны, где, скажем так, ложь, обман, хитрость применяются как тактика для каких-то высоких, хороших целей. Но мы сегодня поговорим, так сказать, опять же, о видах лжи. Но прежде всего, наверное, людям, которым лгут, или человек, который ощущает, что его обманывают, наверное, это такое посягательство на состояние человека, на его душу, на его мир. И неуважение, прежде всего, его. Ну да, есть такая фраза, что нет ни одного обманутого вкладчика, который нельзя обмануть дважды. Вот. Очень часто люди сами своей повышенной такой зависимостью, отсутствием критического осмысления реальности провоцируют, как бы, да, на обман. То есть они сами не всегда готовы разбираться. И поэтому очень часто мошенники, манипуляторы пользуются этим, что люди достаточно невосприимчивы. Да, и это тоже, это тоже наша позиция, тоже... Ну, это лень вкладчиков, скажем так, то человек, не знаю, идет в метро, говорит, пожалуйста, там висит объявление, можно зайти, сделать пластику всего лица, там, за полторы тысячи, и они туда идут, да, и получают соответственный результат. Это нежелание разобраться в том, куда ты идешь, недостаток информации, или нежелание эту информацию раздобыть, да, прежде чем сделать... Ну, это такая, собственно, безответственность. Это такая безответственность, да. Одни обманывают, другие на это попадают только из-за своей, там, лени или непросвещенности в этом вопросе. А мы говорим, вот я сейчас хочу сказать, а вот такое тотальные лжи, да, которые присутствуют в жизни человека, когда говорят, вот вся его жизнь, или там вся моя жизнь, там, из-за тебя это сплошной обман, да. Вот что в этом смысле, с психологической точки зрения, что происходит с жизнью другого человека, которого, там, близкий человек обманывает все время? Ну, наверное, прежде всего, очень, понятно, теряется доверие в семье. Я просто пытаюсь подчеркнуть масштабы, да, нехорошего обмана, как это влияет на людей. На самом деле, очень теряется доверие, и человек очень часто испытывает состояние тревоги, неуверенности, потому что нарушается главная такая потребность, да, которая нелетворяется, это безопасность. Потому что, когда мы говорим правду, мы каким-то образом, ну, контролируем, управляем реальностью, да, что мир таков, и если человек предлагает совершенно другую действительность, и если ты веришь, а потом понимаешь, что ты жил в совершенно другом мире, то тебя, конечно, такое ждет такое печальное прозрение, и очень часто будет связано и с депрессией, и с каким-то замыканием на себе. И, наверное, самое страшное, что может случиться, когда человек после обмана какого-то очень близкого человека перестает верить вообще всем людям, и уже очень враждебно начинает относиться к миру в целом. Он везде начинает ждать обмана, хотя там его абсолютно не подразумевают. Мне кажется, это такая, получается, парная такая связка двух людей, где один, который обманывает, на нем ответственность за его моральную чистоту, скажем, да, и об этом и в Библии написано много, да, и воздастся потом за это. Нехорошо это делать. С другой стороны, другой человек, который где-то, возможно, просмотрел, да, или дал слабину и позволил принять этот обман, да, он за это получает, он за это расплачивается своими проблемами, там, я не знаю, и жизнью, да, и чем-то еще. То есть тоже не очень хорошо. Да, например, с изменой очень часто женщина склонна думать, что все-таки это неправда, что она чувствует... Я сам обманываться рад. Да, чувствует сердцем и душой, что понимает, что есть другая женщина, она предпочитает как бы не верить, думает, что, наверное, это все-таки не так. Хотя все прекрасно ясно. Ну, вот когда я готовилась к программе, вот очень хорошие цитаты, я не могу ее не процитировать, в некоторых философских и психологических работах последних лет способность ко лжи рассматривается как привилегия разумности. Считается, что вся цивилизация построена на обмане. Сначала человек научился обманывать животных, а потом появилась техника, средства обмана природы. То есть получается, что вот двигатель прогресса получается обман у нас? Ну, в каком-то смысле да, потому что, когда человек начинает управлять реальностью и создавать другую реальность, это говорит о том, что он действительно более интеллектуально развит. И более того, для того, чтобы держать линию обмана и играть, продолжать ту роль, которую ты придумал, нужно иметь еще и хорошую память. То есть воображение, память, определенный уровень развития критического мышления. То есть действительно мы ради блага придумываем что-то для того, чтобы развиваться. И это, конечно, определенный уровень интеллекта. Я просто в начале программы хотела проставить все точки над «и», что получается, что ложь в каком-то смысле становится привычной и даже необходимой для существования современного человека. Тогда обязательно сегодня поговорим, где грань между плохой ложью, если так можно сказать, и хорошей, и может ли быть ложь и обман вообще хорошим. Это очень спорный вопрос и так далее. Я также, готовясь к программе, вычитала, что мужчины обманывают по-своему, женщины по-своему, но кто больше? Можно такое? Здесь, конечно, трудно сказать, но, наверное, все-таки больше мужчины, потому что женщинам это делать, так скажем, исходя из психологии, сложнее, потому что они более эмоциональны, у них более яркие невербальные реакции, и действительно очень часто бывает так, что им трудно просто физически врать, потому что это сразу видно. Мужчины менее эмоциональны, более рациональны и, соответственно, более деятельны, поэтому часто их вранье выглядит более, так скажем, правдоподобным, поэтому это более такая успешная практика. Вот, наверное, как-то так. А где грань между ложью, обманом и хитростью? Потому что, допустим, в литературе также используются некоторые виды обмана или лжи, допустим, герои сказок, которые достигли благополучия именно благодаря каким-то своим таким ухищрениям. Тогда что такое хитрость и что такое обман? Дети же читают сказки. Классическое определение лжи, это осознанное, направленное искажение информации и донесение. То есть когда человек осознаёт, планирует, притворяет свою ложь в жизнь. Очень часто человек неожиданно придумал что-то, опаздывая на работу, застрял в пробке. Как-то в этом не было какого-то, может быть, злого умысла. Он сказал это на каком-то автомате, просто из страха наказания. А если он уже заранее понимает, что завтра ему нужно приехать на работу на час позже, он звонит заранее уже, сообщает начальнику, что ему завтра нужно к врачу, например. То есть это уже как стратегия, как выбор. Наверное, действительно, в этом есть разница. Насколько это умышленно, насколько это спланировано, и насколько для человека это привычно. Где-то иногда пришлось так поступить, либо это стиль его жизни, и он знает, что если есть хоть какая-то проблемная ситуация, он сразу будет её решать именно с помощью лжи. Ну и, наверное, очень часто бывает просто умалчивание информации, когда действительно нет понимания, так скажем, какая будет цена за то, что я скажу, как это повлияет, потому что это может быть очень губительно. И поэтому люди очень часто просто, так скажем, задерживают этап, когда они вообще что-то про это скажут, и просто утаивают информацию. В данном случае трудно это называть ложью. Скорее, это такая вот немотивированная, как говорят, ложь, или утаивание информации. То есть это, конечно, другое. Ну и мне кажется, что где-то и общество, да, то есть окружающие люди, они иногда сами подталкивают человека ко лжи, а потом обижаются, да, потому что мы все очень любим искренних людей по отношению, которые искренне по отношению к нам, да. Но сами, да, то есть мы не любим, когда нас обманывают, но сами можем там приврать, прихвастнуть где-то, да, потому что, а что такое, мы, я же из добрых побуждений ничего такого не сделала. Один-два раза. Да, один-два раза не считать. Но когда к нам, по отношению к нам, мы начинаем это критиковать. Поэтому здесь тоже надо быть честными, да. И, конечно же, практика многократно показывает, что тот, кто более, скажем так, приспосабливается, где-то говорит чуть неправду, он более успешен в жизни, а человек, который говорит, рубит правду матку и не лжет никогда, он получает по полной программе. Да, он неудобен. Он неудобен, да. Поэтому дети, которые растут рядом, они, я думаю, что делают правильные выводы, да. Если я скажу правду, то я получу по полной программе, и зачем мне это нужно. Поэтому, Светлана, все-таки перейдем к тому, где, откуда начало, да, вот нехорошие, это лжи, которые, наверное, все-таки в детстве существуют. Конечно, все равно мы с детства. Давайте начнем с детства. Я думаю, что прежде всего родители беспокоят, когда с ребенком что-то не так в этом смысле в детстве. Конечно. Ну, здесь можно ситуацию разделить таких на два аспекта. Первое, это действительно в любой благополучной, счастливой семье, где есть любовь и понимание, может происходить нечто такое, например, что родители часто преувеличивают сами что-то. Например, я тебе тысячу раз что-то говорила. Просит выполнить обещание, которое еще непонятно, можно ли выполнить. Очень часто делают много запретов, ожиданий от ребенка. Например, всегда он должен учиться на пятерке, не дай бог, что принесет четверку. То есть такой феномен отсутствия права на ошибку. То есть абсолютно несвободная жизнь. Да, и ребенок, например, когда ограничивает его детскую инициативу, например, в игре, когда он фантазирует, говорит, что нет, этого не существует. То есть когда ребенку запрещают быть естественным, свободным, другим, конечно, тогда он прибегает к лжи как к фантазированию, а потом уже начинает иногда сам во что-то верить. Ну а второй спектр, где уже есть какие-то более сложные отношения, это когда ребенок очень часто обзелен вниманием, и он прибегает к вранью, например, к хвостовству, преувеличивает ситуацию, что, например, в школе сегодня похвалились, что он лучше всех сегодня бегал в физкультуре, хотя он сегодня вообще на физкультуру, возможно, даже не ходил. То есть когда ему не достает внимания, он хочет понравиться родителям, служить их вниманием. А очень часто, когда дети боятся наказаний, где очень, если, например, применяется физическое наказание в семье, очень часто дети начинают врать. Ну, вы сейчас говорите о причинах, да, почему? Я хотела немножко об этом поговорить попозже, а я хотела бы, что вы сказали, вот где, из каких проблем начинают расти вот эти проблемы последующие, да, и каким образом они перекидываются во взрослую жизнь. Хотя вот вы совершенно правильно сказали, что сначала это и недостаток внимания со стороны родителей, или очень жесткие родители, очень жесткие рамки. И что тогда, что происходит с ребенком, да, где, почему у одних эта ложь перерастает потом в последующую, а у других все как-то заканчивается, да. И, скажем так, как быть родителем с такими детьми? У нас уже есть первые звонки, ну давайте вот на... Ну, действительно, очень важно, насколько родители сами вот анализируют эту ситуацию, готовы честно с ребенком прям поговорить, да, открыть, как говорится, все карты, обознать, что я понимаю, что ты обманываешь, давай разберемся, что заставляет тебя это делать. То есть насколько они будут готовы как-то что-то менять. Либо тоже будут делать вид, что все в порядке. Ну и, наверное, очень важно, если говорить, почему у кого-то потом это перерастает, а у кого-то нет, что если действительно родители сами начинают закреплять это, например, они применяют настолько страшные, например, наказания, что у ребенка усиливают психологические желания избежать этого наказания, поэтому он начинает врать еще как бы больше. Насколько есть честность и искренность, насколько родители готовы сами признаться, что мы лукавим, да, например, там, скажи, что меня сегодня нет там, да, вот, я не хочу подходить к телефону. Да или вы просто уже слышите, как мама разговаривает по телефону и говорит совершенно другие вещи там своей подруге, или, о, я сейчас не могу, я сейчас не думаю. Да, 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 это все, ведь дети, как бы, они делают не то, что мы им говорим, а то, что они видят, да, они идентифицируются, они подражают, это естественные психологические процессы, поэтому, конечно, важно здесь, наверное, родителям, прежде всего, начинать с себя, да, насколько они честны, искренне. Бывает еще такой факт, что очень люди в семье воспитывают вежливость и тактичность, и что ты всегда должен извиняться, даже если ты не виноват, легче попросить прощения, чем разобраться, и тогда дети в вас, в детях воспитывается, в принципе, не искренность, а такая эмоциональная холодность, да, потому что зачем извиняться, если они виноваты, ради сохранения отношений, ну а почему, да, большой вопрос. Да, ну и такое искусственное, так сказать, непонятно. Хорошо, Светлана, все ли дети, которые вот обманывают, там, сочиняют в детстве, все ли они перерастают вот в таких потенциальных, или патологических лгунов во взрослой жизни? Нет, конечно, нет. И где вот этот винтик, который одних переключают, а других нет? Винтик, конечно, это наш любимый подростковый возраст, когда они, собственно, формируются характером, морально-нравственной установки, мировоззрение и ценность, и характер. Если в подростковом возрасте действительно, как бы, да, ребенок врал, не был наказан, не было хороших примеров, но только в семье, например, в школе, это учителя, это сверстники окружения, может быть, там, не знаю, тренер, который, да, воспитывает очень большое влияние на личность ребенка. То есть если не было какого-то позитивного примера, и это закрепляется, то тогда, после подросткового возраста, уже после 15, например, лет, это, как правило, будет уже такой моделью поведения. Но если именно в подростковом возрасте был какой-то другой пример, было какое-то переосмысление, может быть, ребенок пережил ситуацию, где его лично обманули, да, там, не знаю, это была первая любовь, там, предал друг, он понимает, как это неприятно, как это больно, и он начинает вставать на позицию другого, и это может даже, даже если в семье обманывают, да, он может вот из-за этой ситуации среди сверстников пересмотреть, как бы, да, свою точку зрения, и, возможно, отказаться от этого. Хорошо, давайте послушаем первый звонок в нашу студию, и дальше у меня просто есть для вас примеры из жизни, когда дети сочиняют, и как их сочинение, да, при скоплении, скажем так, как, ну, они могут присочинить в школе, там, не знаю, в детском саду, и как это потом отражается на жизни родителей. Да, это интересно. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Вы знаете, у меня к вам два вопроса. Вот первый относится к детям. У меня действительно, у сына есть ребенок, и он, они его очень строго воспитывают, и ребенок действительно лжет своим родителям. Но приходя ко мне, он рассказывает всю правду. Вот как выйти из этой ситуации, как вот перейти через этот барьер, чтобы и он с ними тоже был. Я понимаю, что, наверное, скорее всего, это все зависит от родителей. Это первое. И второе. Вот на работе. Вот мы, вы знаете, есть люди, которые специально как бы наговаривают на другого человека, или как создают такую ситуацию, что один человек, который действительно, как вы сказали, прямой и говорит все открыто, а другой вот из-за того, что из-за своей трусости, вот такой вот никчемности, он создает ситуацию, что люди, окружающие его, ну, бывают не очень хорошие. А себя выставляют в более хорошем свете. Да, вот тоже вот, как в этой ситуации поступить? Спасибо. Как работать с таким человеком? Спасибо. Спасибо. И вопрос. То есть домашний и рабочий. Что касается рабочего, я здесь могу сказать, только что если это взрослый человек, это уже с определенной стратегией, такая конкурентной стратегией, мне кажется, здесь очень важно, я бы поступила так, да, и как именно, даже на месте человека. Щелкнуть по носу и сказать, что же дорогое. Если вы обнаружили факт уже вранья, лжи, то я бы просто сказала, ну, то что я знаю, что ты обманываешь, как бы, да, я ничего не буду говорить, не буду тебя обличать, просто вот большая просьба, да, не делать это больше, иначе если ты будешь таким образом себя вести, мне придется это как-то обнародовать, да. Ну, просто, Светлана, действительно, это очень важно в карьере человека, когда люди на работе работают, и когда один умышленно, да, или кто-то в коллективе умышленно, да, принижает достоинства одного и возвышает себя, и это, простите, у многих сказывается и на повышении по должности, и в заработной плате в том числе. То как тут быть? Да, то есть здесь, мне кажется, очень важно с ним проговорить. Увольняться, уходить с этой работы? Нет, мне кажется, нет, потому что такая ситуация может повториться на любой работе, если эту ситуацию не отработать, не пережить, да, она так и будет идти. Важно, что, мне кажется, индивидуально с ним поговорить, обозначить свои границы, да, и что вы знаете, понимаете, не будете это поддерживать, и что вы не будете выдавляться ему и играть в эту грязную игру. И если это уже не изменит, соответственно, да, найти противоречия, найти доказательства, факты, да, не эмоции, что часто бывает, потому что мы сейчас на работе даем оценку, не знаю, там, цифры, да, факты. Во сколько человек пришел, во сколько ушел. Написан, не написан отчет. Что сказали клиенты, да, то есть привести ситуацию просто к холодным фактам, и тогда все всплывет, и он будет сам наказан, да. То есть во взрослом мире на работе нужно, мне кажется, очень отставить свои границы, но чтобы не унажить себе врага, чтобы это не усиливать. Вначале просто человеку предупредить о том, что вот давай прекратим эту игру по-хорошему. Если уже не слышат, то да. Да, что касается, как бы, вот, да, детской... Да, бабушка и родители, да. Это типичная ситуация, когда с бабушкой, которая балует, которым как-то больше разрешает, конечно, с ней хочется быть... А потому что бабушка дает ребенку возможность на ошибку. Она его любит любым. А родители, наверное, хотят видеть свою ребенку только вот очень-очень-очень замечательным и хорошим. Да, это еще как раз такая ситуация, что очень часто под Кудово растают дети, так скажем, которые очень-таки гибкие, даже иногда бывают конъюнктурщиками, потому что они видят совершенно разные воспитательные стратегии, тактики в семье, разные подходы, да, хорошего и плохого полицейского. Здесь, мне кажется, с ребенком очень важно поговорить про то, что будут разные формы контроля в жизни, разные запреты, но очень важно, чтобы ты, как бы, был честен, потому что если ты будешь нечестен, да, ситуация будет усложняться, у родителей будет еще больше желаний, тебя, так скажем, держать в ежевых рукавицах, потому что тебе, прежде всего, самому будет, как бы, важно и, грубо говоря, выгодно, да, если ты будешь честен. Но и как-то поощрять именно те ситуации, когда он послушен, когда он говорит правду. Ну и, конечно, вы правы, начинать надо с родителей, и родители, возможно, не услышат, потому что они скажут, мы лучше знаем это, мы родители. Это наш ребенок, а ты его балуешь. Да, но, наверное, с ним нужно поговорить про другое, что раз вы все равно включены в ситуацию воспитания, вы рядом, да, то влияние вы оказываете. И про родителей так прям объективно поговорить, что если он будет видеть разное, как бы, вы тоже не собираетесь глобально меняться, потому что, да, то, что вы, как бы, делаете, это важно, то если он будет видеть разное, он, соответственно, и будет обманывать. И никакой родитель, да, не будет к этому готов, потому что можно привести пример, что будет с подростковым возрастом, когда вранье будет уже про другое, да. Да, и про поздний приход. Родители должны знать об этом и понимать, что впереди их ждут более серьезные проблемы. Да, и на самом деле просто проговорить, что если он будет видеть разное, он будет врать. То есть не просто потому, что вы строго его наказываете, да, но из-за того, что он видит разные подходы. И семья должна договориться все-таки о некой такой золотой середине. Да, может быть, вам где-то нужно будет быть строже с ребенком, да, как некий такой бартер с родителями, а им, соответственно, в каких-то ситуациях быть мягче. Ну и, наверное, очень важно все-таки проговорить с родителями формы такого промежуточного контроля, потому что часто запрет такая жесткая, потому что, например, в процессе того, как ребенок делает уроки, не отслеживаем что-то, а когда он уже принес двойку, там сразу все, как так, да. То есть больше не контролировать его, да, и ругать, и наказывать, а больше поддерживать, смотреть, что происходит в процессе взросления. Ну и бабушка же тоже может поговорить с родителями. Там сын, да, и я думаю, что мама может сказать... Да, можно поделиться собственным опытом, когда, например, вот вспомни ситуацию, что тебе приходилось, ну, вспомнить просто, да, там, когда вы были мамой, да, что вы наказывали, и поэтому ребенок врал, да. Чем больше родители возвращаются иногда в собственное детство, тем легче они реагируют на какие-то ситуации. Сейчас твой ребенок делает то же самое по отношению к тебе. Ну, конечно. Сын, подумай, да. Да. Ну, а с другой стороны, это тоже какой-то опыт для ребенка. То, о чем мы говорили, это опыт уже, как бы, в хорошем смысле приспосабливаться к жизни и знать все ее реалии. Ну что ж, продолжим через несколько минут. У нас небольшая реклама. Дорогие друзья, готовьте свои вопросы. Сегодня мы говорим о детской лжи. Как с этим быть? Что с этим можно сделать? Как можно предугадать или убрать полностью это из вашей жизни, если это вас беспокоит? Готовьте свои вопросы. Встретимся через несколько минут.